Ерёка одервалась на станках и шо я с детства ездил на горке на этот но и сюда я так пошел все вот вот так мы повороталы вот пожалуйста все аж до навоза ну чуть-чуть раскаталась у него мы в детстве санки ржаве натирал и кирпичиком и красным и или раскатывал их но я так наждачкой чуть-чуть потер думаю пойдет ну сейчас сначала на пуп на пузе как в детстве на тарелке нас таких детстве не было тарелок мы на клеенках так я кота квит ого вона скользко ты можем трусы порабываться надо крутя сону до крутого скота дойде а тут ручка так держаться ось вот пешло пешло движение она так казалось а тут ось начинается уже тешо надо полная жопа вы трусы в снег попал в уси возможные и невозможные места и уже по накатанным я думаю сейчас отсюда пойдет по накатанным я уже колью набыл ника ручки надо по бокам чтобы ручки были ну чтобы держаться как в носа на скоростях а так повертать он как разворачивает получается падаешь назад вот так вот смотрите все пешок пешок побарабанил все гляньте пешок 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 вот а вы кажете ты привязанный ты не можешь уехать на карпаты на курорты ну горка такая не дуже здорово ну надо и терабишу можно передано оттуда с трамплином а так щукаря вот так ой зри все пришел я к человекам фибия опа ура о пожалуйста я грязь с нежкой ну а собираем на курортах теперь пойдем в сарай расскажу про кармашки пошли опять в сарай Это сколько дней? 18. А, получается уже 13 дней. 13 дней будем ставить кормушку. Уже бункерную детскую кормушку будем ставить, потому что поросята сейчас уже начнут ездить потихоньку. Нехто не так и много в гнезде, их всего 7 штук. Молока хватает, но лучше, как лучше. Лучше ставить кормушечку, чтобы была в них кормушка. Лучше в рост підуть. А так вроде бы резвеньки, ничего так. Этим тоже сейчас будем ставить эту кормушку оттуда уберу зеленую и передвину ее сюда на центр, где стоит поросенок. Там под стенкой из-за той кормушки, что я так поставил, выгребать неудобно. Вони ходят под стену и не очень удобно выгребать. Поэтому перенесем ее на центр и тоже будем насыпать уже с сегодняшнего дня, потому что они уже бегают, гуляют и играются. Они тоже. Декунцы, декунцы. поросятка я наблюдаю хорошо пешкой в рост и во первых сама порода макстер что я покрывал макстером киевлянку це ж от киевлянки итальянцы от неї вообще поросята хорошие покрита макстером там мені писали возьми аматором покрий итальянку мене итальянка одна загуляла це она загуляла получается в 5 місяців і неделю ось оце вона по-моему во-первых ми в мене свиноматок хватає мені свиноматок не надо і перце перший загул його пропускай свиноматок цих я пи оставляв но мені вони вже не надо мене хвата своїх свиноматок я то понимаю чим більше тем лучше всегда есть клиент на поросят ну знаєте як всему есть який спридел мера то есть я по своим трудозатратам бачу що щас свиноматок мені от так примерно и хватає ну от корма чуть-чуть добавить і все короче отакі вот дела саме лучше в мене ростут на даний момент кабанці итальянцы то я свинок отсадив отдельно а це именно кабанцы итальянцы ну із ними вероника веронику то на свиноматку я оставлю потом позже їй тоже як і вона менше чем вони там по-моему на несколько днів на десять вот так ось оці роски ну ось дивіться лежить 5 місяців і 10 днів не 5 місяців і 11 днів дивіться ну узнаем вес уже 6 місяців як і буде 6 7 8 просто я потом уже дальше я тягать їх не буду каждый месяц ну так пока подъемно там к примеру 60 днів 90 то буду звичать а потім ну так може коли-неколи для себе а так постійно їх теж по потягать тим боле я сам ну не сильно потягаюсь физически так тих уже покормили а ці гулять оце вони поки я тут управляюся гулять щас я піду двері закрився спать полягає макстерята макстерята ну я думаю такі точно поросята будуть от аматора аматор у нас петрен макстер то есть отакі приблизительно поросята і будуть десь такі наверно і будуть покрити аматором примеру київлянку или обезьянку или анфису анфиса у нас покрита петреном чистым ну тоже интересно які будуть поросята подивимся в ней скоро порос уже в феврале і так же вона вже боїться лягти тут а сейчас буде лягать мордобой начинается ось бачите в одного пахова грижа пахову грижу я не вырезаю операции не делаю він то нас корм пойдет нічого страшного а бувало таких затягувалось і в мене купляли з пахової грижи тоже затягувалось ну а так все вроде бы нормально я так слідю контролирую щоб щоб не було ні в кого по носів щоб все було чики-пики здоровенький конечно уже ну хай ще побудуть 7 числа буде місяць як я підкинув до обезьянки да то всі сосочки розмоксані немає застоя немає ніяких проблем із виймем у свиноматки все розробота не не мастите не мастите не де нічого ну от обезьяна яка здорова шо тут того аматора аматором я не покрию тут придаваю звати шо вони так кричать ну да таки крупненький поросята і вон наш помощник Борюня да Боря хорош хорош сарай він не заходить ну так буває заходить ну а так взагалі не заходить вони шовгаються бояться його ну а так друзя такі у нас новості на нього даже дивиться страшно на цього це пяточок він був самый менший із виводка да Вік пяточок от цей поросенок що щас лежить самый менший із виводка був от і итальянцем а получается пішов быстрее всіх вот выжить кабанюра 5 місяців і 11 днів скільки веса интересно конечно но вважать не буду мы разважим потом 6 7 і 8 ну і і теже тоже хорошо ідуть свиндюлята ось аматора нема вони хто де полягали ця тут а внизу та там то їх в кормушці їсть і все отлично видно що їм не холодно видно що їм не жарко комфортно і він їх не мучить потому що я подивився якщо він буде з ними діва не буде надкормити він їх стресового не постійно ганяє вони кричать бігають грязні всього таке твориться думай нет амік пошли отдельно станем в клеточку і там будем покажуть дать своєї участі тем более є свободний станочок їжте ж он насипано хто не наївся їжте ну вони то їдять хорошо і от мастера дуже хороший ну я дивлюсь по формам поросята це м'ясна порода то есть буде я так понимаю одно м'ясо шкуру ну шкурки будуть поросята мені нравлються бомбезні цих поросят я ставлю на откорм подивлюся от мастера який результат буде у у тридцать у шестьдесят в девяносто днів ради інтереса от мастера тоже так будуть іти допустим як у мене якщо я покриваю дурком эти кантури я їх знаю кантури набирає дуже хорошо і росте хорошо ну то есть для откорма вообще кантури отлично порода і для откорма і для хрячків покривати свиноматок тоже отлично порода именно контурята по подкидышам подкидыши ростуть ну я їх бачу каждый день я бачу що вони ростуть на глазах ну да мои пішли внуки каштана пішли в длину якось таки набирають хорошо длину честь не знаю честь вони таки в длину і висоту начинайте ти ну а ці поросята подкидыши тоже хорошо ідуть кругленькі такі отлично тоже непогані і вес тоже набирають дуже хорошо от мадам брошкина брошкина корм постоянно у них есть предстартеный предстартом пользуюсь водолага потому что спрашивайте який предстарт предстарт старт и премикс и гровер все торговой марки водолага кому надо номер для заказа я оставлю и аматора я посадил отдельно в станок почему так потому что вина цих уже заколебал он лиза на них постоянно их топчет криет и кричать то есть не может не отдыхать спокойно не может и исти спокойно он постоянно по очереди на них прыгает хоть вони кабаны прыгает пытается покрыть у него же рефлексы то хрячка фикострирование он и спокойно поела испыть поела испыть а этот же аматор конечно него рефлексы хряка также покажу вам сейчас саму кормушечку кормушка сундучок ну вот дивиться им насыпаю это я вчера насыпал сегодня не насыпал вот насыпаю уже сколько дней и возле кормушки что мне нравится корма а ну дикай корма вообще нема дикай давай вот бачите кормушка корма возле кормушки нема такая кормушка хорошо подходы от трех месяцев от трех месяцев и до убоя рассказываю и размеры я и делал 25-30 в ширину вот так можете сделать 25-30 ну ну это зависимости по осындусткам у меня вона 25 то есть я скажу 25 если вас шире можете тридцатку сделать 25-30 ширина длина метр пять высота цей передней переднего борта 20 сантиметров заднего борта 40 сантиметров ну а сил у меня тоже 40 сантиметров на ширину самого корыза также что я сделал я потом сделал стекать вот такая препятствия зачем они ну как свиньи любят и так набирают на нос раз и высыпают или туда или выносят а тут они так не делают потому что они знают что они голову не поднимут и вон и а так аккуратно усовывают по его допустим и аккуратно высунув у верх у них движения головой нема вона не здорово цепи 5-10 сантиметров тут а 7 а на том на том корыте я сделал 10 по моему ну то есть без разницы какие брус есть и все и потом поделы вот это все по 30 по моему тут а метр 5 метр 7 я поделаю по 33-34 сантиметра и все на на ну тут может быть и 10 стук поросят на одной кормушке то есть корм постоянно есть не высыпается единственном такой кормушки в мене вона вся сделана с дуба такой кормушки страдает вот эти вот перемычки они уже были раньше такие кормушки страдают эти перемычки я их сделал из арматури 12 арматура просверлив туда на сверлом сунул туда арматуру там приварив шайбу на той стороне грибкообразное препятствие сюда в натяжку поставил где мне надо 2 гвоздя сотки загнуто и заварено и тут 2 гвоздя по бокам загнуты ну забыто почти полностью и шляпки загнуты на арматуру и заварено сваркой все получается крепко надежно и их хвата надолго если еще я думал сразу положить сюда 25 уголок и сюда ну чтоб не стиралось а потом думай хай уже підетруть крайки я потом положу уголок или сорок пятый или двадцать пятый но я кима не буду мы на поможем сейчас двадцать пятый наличие есть то потом уже сделаю ну я буду ремонтировать это еще через год чем уже больше а так мы не вон анализ вона эконом и вот допустим я управляюсь по всем сараю управился зайшов ну я сюда захожу оттуда с останка насыпал раз в сутки делюсь а есть не насыпаю раз в сутки раз в півтора суток то есть дуже удобный комфорт ну и что хорошо я во первых дома мне бункер не надо я дома каждый день я тут а и так же же само тут а давайте по а ну текать так само тут а дивиться рядом возле кормушки корма ниде нема что самое главное для нас чтобы не было расхода корма я считаю это идеальный вариант в таких допустим условиях как у меня ну по простому отличная кормушка единственное что тут я сказал уже будет страдать это передний борт со временем передний борт да тут шире перемычка сантиметров десять передний борту надо сюда налаживать уголок или сразу накладывать они не тянете как я и так само поделив на три отделения все они сыты бачите рядом вообще нема даже и крупинки вону кто захотела пидешко по его вот чем интересно вот чем хорошо подивиться на месяц разница отцы и отцы догоняет делись хороши будут хороши будут мы сейчас у феврале будем двух убрать взвесим ну в двадцатых числах мы возьмем двадцатых числах выводок анфисин и двадцатого февраля выводок итальянцев повзвешуем и тоже узнаем який будет вес амантор хай пока тут а потому что он опасный дуже для общества для свинного хай сидит тут потом его кудись в клетку ну получается я заключение витянула обезьяна десять поросят хорошо что те одежды и получается вани и цим дали вижить и даже я делюсь мина тут были такие маленькие дуже я думал вани ну и не ну не витягнутся то есть такие будут не нормально ось один по моему цей билый и ото другий ну уже становятся нормальными поросятами и кто хочет уже кушает ну я кажу друзья хороший рост на откорме начинается вот опороз опороз прошел в течение там десяти-пятнадцати дней надо стараться чтобы они начали есть предстарт начнут есть и предстарт при отъеме вас будет хороший вес ну а дальше уже если хороший корм то и 60 дней будет хороший приличный вес не 15 17 а нормальный приличный вес 20 25 30 60 дней то есть элементарно это кто вчера мне один звонит а ну то в тебе так мне не так то я говорю без разницы если ты уделяешь им время вот опороз а вот как я ну я каждый день тут а каждый контролирует дешево я контролирую чтобы у меня ни где не было какой жовтого пятна у поросят то есть поноса контролирую чтобы у них хвостых жопки были чистки и эти все моменты контролируют я так не пущу допустим если я роблю обход а в когось из порося грязная подхвозница я сразу принимаю какие-то меры я или его одного выхватю проколю или делюсь а там если не в него одного а выводка то потом принимаю какие-то решения ну так просто то понос я на это внимание обращаю такого нема не это конкретно индивидуально каждому поросенка если есть понос ну вот я делюсь я на выводы то есть допустим один и ось другой ну отлично хорошо значит переживать не за что растут хорошо все прекрасно ну и так стараюсь по возможности определять внимание наскільки це возможно щас бачу шо уже надо ставить сюда кормушки чем я щас и пица видео займусь кормушками тупо расставлю а и и и Прогулки по вечернему Киеву гуляют. Прогулки по вечернему Киеву гуляют.